Кузбасский ковчег Слава Тебе, Боже, наш слава Тебе, Сарю Небесный, отечителю души и силы, и же бездействий. 21 ноября, в день памяти архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных, митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх совершил чин малого освящения нижнего предела Михаиловского храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша», строящегося рядом с поселком Европейской провинции в Кемеровском муниципальном округе. Перед началом освящения митрополит Аристарх рассказал собравшимся в храме об архангеле Михаиле, в честь которого был возведен приход, а также об образе Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». Первоначально, как свидетельствует история, память этой иконы отмечалась вместе с иконой Знамени Божией Матери 10 декабря, потому что по иконографии этот образ схож с иконой Божией Матери Знамени. По-гречески тип иконографии этого чудо-творного образа называется «аранта», что значит в переводе «молящийся». Мы видим на иконе Божию Матери с воздетыми руками перед святой чашей, в которой стоит Спаситель мира, Ее Сын Господь Иисус Христос. Этот образ указывает на таинство Святого Причащения, как неиссякаемый источник для верующего человека до полной радости и удержания. Божия Матери своей молитвой дает эту милость, эту благодать Божию каждому верующему, кто к ней обращается в своих молитвах через своего сына и через эту чашу жизни, которую он принес в наш с вами мир. На богослужении архипастырю сослужили клирики Кемерской епархии. Песнопение исполнил приходской хор под управлением Елены Макаровой. Освящение храма сего в честь иконы Божией Матери, неубиваемая чаша, в славном благолепии созданное, как в славе Твоей, не спасли. Пресвятаго Твоего Духа и освяти храм сей, и утверди его до скончания века цел и непоколебим. После совершения священной действия, настоятель храма, отец Виталий Макаров, обратился к главе митрополии со словами благодарности за освящение церкви и благословения на начало регулярной богослужебной жизни в Нижнем Пределе. Ваше Высокопреосвященство, дорогой наш владыка, я как настоятель прихода, от лица прихожан и от себя лично искренне благодарю вас за торжественное освящение храма, иконы Божией Матери, неупиваемая чаша. Благодарю вас за ваши архипастырские молитвы и за ваше отеческое попечение. Строительство основного храма, главного храма еще продолжается, но мы уже видим плоды трудов многих людей. Президент холдинговой компании «Сибирский деловой союз» Михаил Федяев поделился с собравшимися на освящении своей радостью, поскольку коллектив его компании смог за три года подготовить храм к началу богослужебной жизни и организовать малое освящение Нижнего Предела. Верхняя часть храма с Божьей помощью, я думаю, ну и в надежде на наших всех строителей и художников, росписи будут уникальны, росписи будут восстановлены и те, которые были изначально в храме в Ярославле в XVII веке. Поэтому храм будет очень уникальный и очень-очень красивый. Поэтому я всех поздравляю с этим днем. Ну и хотелось бы, Владыка, сказать, что спасибо вам за то, что доверили нам. Мы уже много лет с вами занимаемся, строили часовни, церкви и храмы. И для нас это большая честь участвовать в таких проектах. И вот теперь мы создали свой проект, который, я думаю, что будет служить людям не одно столетие. Всех поздравляю с праздником. Действительно, мы благодарим Бога за то, что Господь по жизни свел нас вместе. Вас, как президента холдинговой организации. И мы действительно построили не один храм на Кузбасской земле. В том числе и в честь вашего небесного покровителя, архистратига Божия Михаила. Глава Кемерова Илья Середнюк отметил, что при строительстве новых микрорайонов горожане хотят видеть не только школы, больницы и магазины, но и православные храмы. Я очень рад, что в восточной части города появился такой замечательный храм. Он еще и украшение восточного нашего жилого большого микрорайона. И с каждым днем здесь усердием компании СДС будет появляться очень много новых и красивых жилых домов. Уже строится и физкультурный комплекс, теннисный центр, будут появляться детские сады и школы. И я хотел бы поблагодарить за молитвы и за поддержку всех кемеровчан, вас, владыка, то, что добрые дела в нашем городе появляются так часто, и мы видим, как преображается город. Всем многое и благая лето. Митрополит Аристарх поздравил Михаила Юрьевича с днем Тезаименитства и вручил ему и другим участникам строительства епархиальные награды. В дар храму архиерей передал писанный образ святой великомученицы Варвары, покровительницы шахтерского труда. По окончании освящения протоиерей Виталий Макаров провел для гостей экскурсию по церкви. Сейчас здесь продолжаются отделочные работы в верхнем храме, а также оформляется фасад здания. Здравствуйте, дорогие телезрители! В преддверии рождественского поста у нас в гостях Ирий Роман Анкудинов. Здравствуйте очень! Добрый день! Да, действительно, уже ноябрь, вторая половина ноября, а 28 ноября, этот день фиксирован, он неизменный, в день святого апостола Филиппа начинается рождественский пост и завершается праздником Рождества, и если мы посчитаем, 40 дней поста. Пост этот, он, может быть, не такой строгий, как великий, однако это все-таки пост, хотя и поста рыбный. Но цель всякого поста состоит в том, чтобы иметь воздержание, потому что сытая брюхо к молитве глухо. А когда мы готовимся к празднику, то мы готовимся не тем, что мы только украшаем дом или печем какие-то соответствующие традиции угощения, а задача в духовном смысле подготовиться молитвой, чтобы встретить Рождество с очищенной душой, с очищенным сердцем. И без поста, пожалуй, это невозможно сделать, потому что если человек будет насыщать себя всем земным, у него не будет жажда духовной. Однако надо понимать то, что пост – это дело личное и добровольное, и человек должен избирать пост осознанно, и поэтому, в общем-то, пост должен проходить с мудростью, не на показ, а наоборот, может быть, даже в тайне. Поэтому даже перед Великим постом Рождественский пост является хоть не таким строгим, но тоже важным, и даже нас немножко тренирует перед главным постом года, и кто Рождественский пост 40 дней пропостится, пусть даже с рыбкой, по субботним, воскресным дням, по праздникам, то потом ему будет намного легче Великий пост совершать. Ведь он же помнит, что 40 дней Рождественского поста я попостился, так Великий, в принципе, тоже, я думаю, что получится. Очень. Вот как там немножко о сущности, да, о духовной сущности этого поста. Мы в Великом посте, мы готовимся к величайшему празднику Пасхи, да, но перед ним у нас есть Страстная неделя, воспоминания мучений и гибели Христа. И как бы этому посвящен Великий пост. Именно поэтому мы ограничиваем себя воспоминаниями этой трагедии. Вот как связать вот траурную неделю перед Пасхой и траурную пост перед, ну не траурной, а ограничение, духовная грусть какая-то, да, духовная скорбь внутренняя перед Рождеством. Да, действительно, пост, он все-таки позволяет человеку задуматься о серьезном, а что серьезном может увидеть в празднике Рождества и грядущего по объявлению Крещения Господня. И действительно, если мы посмотрим, особенно на западную уже цивилизацию, где с Рождеством связаны исключительно какие-то такие сентиментально умилительные семейные посиделки. Ну а смысл, конечно, того, что Бог рождается и воплощается для нас однозначно положительный, поскольку человек болен грехом, человек умирает, ему нужно спасение, ему нужно исцеление души, ему нужно воскрешение тела. Но для Господа этот путь, он начинается-то с Рождества, казалось бы, все так хорошо, но заканчивается-то он великими скорбями и распятием. И если человек рождается, он не знает, как будет продолжаться его жизнь, то Бог-то знает. Когда Господь рождался, то он понимал, для чего он рождается и каким путем предстоит совершить спасение людей. Можно сказать очень, что для самого Господа, да, для самого Господа рождение его вопло человеческую – это событие трагическое. Ведь так можно так сказать? Ну, конечно, Бог не изменен, и он, в общем-то, не может пребывать в какой-то трагичности с точки зрения события Божия. Нельзя же сказать, что это было какое-то радостное для него событие. Вот я родился в человеческой плоти. Он же знал, что все, что произойдет, правильно. Вот этот момент, который в символе веры обозначается словом «вочеловечеся», это момент очень-таки сложный. И даже если сравнить с теми людьми, которые сейчас работают в больницах и вынуждены, помимо того, что они являются людям, еще как бы облечься вот в этот защитный костюм, надеть какую-то маску, то есть вот себя чем-то ограничить. И для них даже вот это вот облачение вот в такой вот образ составляет большой труд. И пребывание в нем – это определенный дискомфорт. Так и пребывание в Бога-Сына, в такой неслитной соединении с человеческой природой – это тоже, так сказать, весьма непросто. И мы должны тоже задумываться об этом, что не только такой праздничный позитивчик должен быть у нас на душе, поздравленица, какие-то взаимные подарочки, гости. Все-таки для великой скорби рождается Христос. И хотя любовь истинная, она подразумевает жертву, а не потребление. И Господь эту жертву совершил. Однако нам предстоит не только быть потребителями плодов этой жертвы, но и все-таки и самим брать за образец, и самим что-то делать уже не для себя любимого. И вот сам пост, он, в принципе, должен быть сосредоточен не только на еде, а сколько на том, что себя где-то понудить к тому, чтобы не для себя любимого, а где-то вот в жертву для других, для ближнего. Мы ограничим себя в пище, чтобы сэкономить деньги, для того, чтобы накормить потом голодных. То есть для того, чтобы транслировать вот это наше христианское отношение, то есть вот эту любовь к ближнему. То есть пост помогает нам не просто отпраздновать Рождество, а во время вот этих рождественских каких-то подарков, празднеств и так далее, как-то вот передать эту любовь нашу, божественную любовь, ну, как вместе с, по примеру Иисуса Христа, да, нашим ближним, которые в ней нуждаются, чтобы не осталось ни у кого вот этой вот неутоленной жажды любви. Да, то есть задача поста – это дела любви. Да. Большое спасибо, отче. Было очень интересно. Надеюсь, и вам, дорогие телезрители, тоже было с нами интересно. До свидания. Всего доброго. До свидания. Художник или священник – что первично Дмитрий Петраков не берется утверждать. Рисованием увлекается с детства. Любовь к живописи привил дед. Основу изобразительного искусства Дмитрий Петраков изучал в художественной школе города Топки. Поступил в Нижегородский аграрный техникум. Но год спустя выбрал путь духовного служения. Окончив Кузбасскую православную семинарию, в течение пяти лет служил диаконом, а затем иереем в соборе Рождества Иоанна Предтечи. С 2015-го назначен священником Новосафоновского храма Николая Чудотворца. Как Бог творец, так и человек должен быть творцом. Он должен всегда творить что-то. Кто-то выражает это в том, что строит дом, кто-то, может быть, сочиняет музыку, как творец, а кто-то пишет картины. Вот это про меня. На выставке Дмитрия Петракова представлено 75 работ. Пейзажи, натюрморты, этюды, автопортреты. Важное место занимают образы жены и детей. Часть экспозиции посвящена духовным и творческим наставникам. Тонким сходством впечатляет лик владыки Амвросия, митрополита Тверского и Кашинского, ранее возглавлявшего Предтеченский собор в Прокопьевске. И мэтра изобразительного искусства Виктора Самошкина, председателя городского клуба художников. Мне очень, конечно, интересен человек как личность. Изобразить его на холсте не просто похожим на себя, а именно его характер, передать его какой-то внутренний мир. И, конечно же, природа. Природа тоже имеет свою душу. Дмитрия Петракова привлекает творчество художников-передвижников, особенно Левитана. Одна из любимых тем – природа. Очень мощная, прям энергетика интересная. Там есть рыба, прям как натуральная такая. Прямо смотришь, и хочется ее съесть. В живописи, кистью и маслом автор экспериментирует с цветом и фактурой в технике мастихин. С помощью специального шпателя хаотичные мазки приобретают необходимый рельеф и текстуру. Это позволяет передать объем и глубину. Наряду с пейзажными и портретными зарисовками отец Дмитрий осваивает искусство иконописи. Его работы находятся в храмах города и области. Руководитель отдела социального служения и благотворительности Мариинской епархии Анастасия Шергазина напоминает жителям города, что каждый из вас может поучаствовать в благом деле. Дорогие юргинцы, обращаюсь к вам с призывом принять участие в ежегодной благотворительной акции «Подари ребенку праздник». Данная акция направлена на поздравления детей из многодетных и малоимущих семей города Юрги и Юргинского района. Данную акцию мы проводим ежегодно уже более пяти лет. В этом году в связи с пандемией мы не сможем проводить массовые мероприятия, поэтому весь упор мы направим на адресное посещение детей на дому. Деток будут поздравлять Дедушка Мороз и Снегурочка и дарить подарки, которые будут собраны в ходе акции «Подари ребенку праздник». Спасибо большое всем, кто принимает участие и захочет принять вновь. В качестве подарков мы принимаем игрушки, канцелярию детской принадлежности, детские принадлежности гигиены, памперсы, игрушки. Это может быть одежда детская. Конечно, должно быть все новое, чистое и с любовью. Для тех, кто пожелает присоединиться к акции, напоминаем, что центр располагается с правой стороны, от входа на территорию Кафедрального собора Рождества Иоанна Претечи. График работы центра – понедельник, среда, пятница с 14 до 17.00. Контактные телефоны центра вы видите на своих экранах. Уважаемые телезрители, каждое ваше мнение крайне важно для нас. Свои замечания или комментарии вы можете сообщать нам по телефону или адресу, которые вы видите на своих экранах. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю.